детали кроя платья остин спинка 1 деталь рюш по низу спинки рюш по низу переда деталь переда окантовка капли на спинке окантовка горловины переда окантовка горловины спинки переходящие завязки рукав две детали кулиса и шнурок который продевается в кулис для начала уложить окантовку капли на лицевую сторону спинки уравнять по срезам а также по надсечкам сколоть либо сметать и приточать на швейной машинке шириной шва 7 миллиметров шов приутюжить и заутюжить припуски направляя их в сторону окантовки затем необходимо обогнуть окантовкой припуск притачивания и сметать так чтобы окантовка перекрывала шов притачивания на 1 миллиметр аккуратно все это сметать вручную как показано на видео затем на швейной машинке проложить скрепляющую строчку по окантовке шириной шва 1 миллиметр от края с лицевой стороны окантованный срез капли приутюжить сложить спинку и перед лицевыми сторонами внутрь уравнивая плечевые срезы обметать припуски плечевых швов на оверлоке со стороны передам и источать на швейной машинке шириной швов 1 сантиметр припуски заутюжить в сторону переда сложить окантовку горловины переда и спинки лицевыми сторонами внутрь и уравнять плечевые срезы сколоть их булавками источать на швейной машинке шириной шва один сантиметр Припуски разутюжить, направляя их в разные стороны. Затем высечь припуски швов окантовки, аккуратно не доходя до шва на 1-2 мм. Уложить окантовку на горловину спинки и переда лицевыми сторонами внутрь, уравнять по срезам, а также уравнять все швы и надсечки и аккуратно сколоть либо сметать. Затем притачать окантовку на швейной машинке шириной шва 7 мм. Приутюжить и заутюжить припуски притачивания в сторону окантовки. Затем необходимо будет сметать нашу окантовку, начиная с завязок на горловине спинки. Сметывать, загибая припуски внутрь, к середине детали. И затем, когда мы дошли до горловины, необходимо обогнуть окантовкой припуск притачивания и сметывать так, чтобы окантовка перекрывала шов притачивания на 1 мм. Проложить на машинке скрепляющую строчку по окантовке горловины и завязкам. Шириной шва 1 мм от края окантовки. Строчить на швейной машинке с лицевой стороны. Концы завязок можно завязать на узелок. Нитки сметывания удалить. Приутюжить окантованную горловину, спинки и переда, а также завязки. И можно сзади их уже завязать на узелок. На деталях рукавов по верхнему срезу прострочить строчку шириной шва 5 мм от срезов. Устанавливаем длину стежка максимальную, чтобы легче было собрать сборку. Строчка должна быть без закрепок в начале и в конце. Затем необходимо собрать сборку до величины, которая написана на лекалах. Потянув за одну и ту же из ниток, либо верхнюю, либо нижнюю, с обоих концов. И равномерно распределить сборку. Уложить рукава на изделие, лицевыми сторонами внутрь, сколоть и приметать рукава, уравнивая срезы. Соединить рукава с проймами на оверлоке. Затем приточать рукава на швейной машинке шириной шва 1 см. Приутюжить припуски аккуратно, не заходя на сборку. И затем заутюжить припуски швов втачивания рукавов, направляя их в сторону переда и спинки. Сложить рукава, а также спинку и перед лицевыми сторонами внутрь. Сколоть булавками, уравнивая срезы, а также совмещая швы втачивания рукавов. Затем соединить боковые и нижние швы рукавов на оверлоке, а также сточать на швейной машинке шириной шва 1 см. Приутюжить и заутюжить припуски боковых швов в сторону спинки. Обметать на оверлоке срезы низа рукавов. Заутюжить припуски на подгиб низа рукавов на изнаночную сторону на 1 см. И проложить отделочную строчку по низу рукавов. Застрочить на швейной машинке концы кулисы шириной шва 5 мм, подогнув их два раза на изнаночную сторону. Затем заутюжить на изнаночную сторону верхний и нижний припуск кулисы на 1 см. Затем с лицевой стороны на спинке и переде необходимо наметить место расположения кулисы. Лучше всего это сделать при примерке. Для этого необходимо завязать шнурок либо резинку поверх платья на уровне талии и наметить мелом ее верхний уровень. Также возможно воспользоваться местом расположения кулисы, которое обозначено на лекалах. Уложить кулису на лицевую сторону спинки и переда и приколоть ее булавками. Затем настрочить на швейной машинке по верхнему краю шириной шва на 1 мм от сгиба. Затем настрочить кулису по нижнему краю. Также шириной шва 1 мм от сгиба кулисы. Рюш низа спинки и рюш низа переда сложить, уравнивая по боковым срезам. Сколоть и затем соединить детали на верлоке, а также сточать на швейной машинке шириной шва 1 см. Припуски заутюжить в сторону переда. Затем на детали рюша по верхнему срезу прострочить строчку шириной шва 5 мм от края. Нижний срез рюша обметать на верлоке, а затем подогнуть на изнаночную сторону на 1 см и проложить отделочную строчку. По верхнему срезу рюша собрать сборку до величины, которая написана на лекалах, потянув за одну и ту же из ниток верхнюю либо нижнюю с обоих концов и равномерно распределить сборку. Уложить рюш на изделие лицевыми сторонами внутрь, сколоть либо сметать, уравнивая срезы. Притачать рюш на верлоке, а затем соединить детали на швейной машинке шириной шва 1 см. Припуски приутюжить и заутюжить их вверх, направляя в сторону спинки и переда. И нам осталось заготовить шнурок для кулисы. Сложить деталь вдоль пополам лицевыми сторонами внутрь и сточать на верлоке. Затем вывернуть шнурок на лицевую сторону при помощи булавки либо резинки вдевателя. Затем продеть шнурок в кулису платья, также при помощи булавки либо резинка вдевателя. Сделать окончательно влажную тепловую обработку платья и оно готово. Продолжение следует...